Всем привет! Меня зовут Дарья Маслова и это мой блог «Психолог в декрете». И сегодня мы поговорим на тему развития ребенка первого года жизни. Тема очень важна и беспокоит многих молодых мам, которые хотят наилучшим образом заботиться о своем ребенке. Что же на самом деле нужно ребенку первого года жизни? Нужны ли ему развивающие игрушки, книжки, занятия специальные, нянечки и прослушивание классической музыки? И хочу начать с самого главного. Что нужно ребенку? Самое главное в развитии ребенка первого года жизни это здоровая, любящая, полная сил мама. Где такую взять, вы спросите, да? Но на самом деле это действительно самое важное и самое необходимое, что нужно ребенку. Мама, которая отвечает на нужды ребенка, которая приходит каждый раз, когда он плачет и знает, что ему нужно. У ребенка есть базовая потребность, потребности в сне, потребности в еде и потребности в безопасности, то есть в психологическом и физическом комфорте. Ребенок сигнализирует из своей потребности, обычно плачем, мама прибегает, удовлетворяет потребности и ребенок успокаивается и цикл повторяется снова, снова и снова. По завершению этих повторов и успешного удовлетворения потребностей формируется здоровая привязанность ребенка к взрослому и базовое доверие к миру, то есть мир хороший и я в нем тоже хороший. И это является фундаментом развития ребенка. Фундамент, вы знаете, что его вначале заливают, потом ждут, когда он высохнет и будет крепким и только потом наслаивают стеночки дома. Поэтому нашим фундаментом развития ребенка является здоровая привязанность. Привязанность это такая психологическая половинка между мамой и ребеночком, которая влияет на всю его жизнь оставшуюся и она формирует его доверие к миру, его отношения с другими детьми, людьми и как он будет отвечать на реакции мира. У меня есть опыт пяти лет работы в реабилитационном центре с детьми с расстройством привязанности и я могу с уверенностью сказать, что привязанность действительно влияет на всю жизнь ребенка. И говоря о привязанности, я очень люблю повторять шутку, когда взрослый уже четырехлетний ребеночек спрашивает мама, а что такое быть мамой? Мама разбудила его в четыре часа утра, просто чтобы сообщить, что у нее сполз носок. И это действительно очень хорошая иллюстрация привязанности, потому что за эту пуповинку, психологическую привязанность, так называемую, дети постоянно дергают, да, по тысяче раз они говорят, мам, 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 да, и дергают за эту пуповинку, чтобы проверить, насколько она прочна. И это самое главное в формировании их здоровья. И сегодня я бы хотела поговорить о естественном развитии ребенка. То есть, как это происходит, как происходит формирование здоровой привязанности и как происходит лучшее развитие ребенка первого года жизни. Я уверена, что вы все это делаете, вы все это знаете, но если вы будете еще осознанно понимать, что именно за счет этого ребенок развивается, вы будете иметь еще больше возможностей для того, чтобы дать самое лучшее вашему ребенку. Итак, первый год жизни происходит формирование органов чувств, да, мы знаем пять органов чувств, и за счет чего он развивается, и что вам может помочь дополнительно развить вашего ребенка. Итак, первое чувство это зрение. Зрение развивается за счет того, что ребенок смотрит на маму, он вникает в маму, он смотрит на эмоции. Если вы мечтали быть когда-то актрисой, у вас есть прекрасная возможность сейчас реализовать театр одного актера. Глазами, губами, лицом всем играем, развиваем нашего ребенка, даем ему понять о разном состоянии эмоций. Также любящий мамин взгляд, любящие глаза. Это самое важное. Ребенок должен считывать, что он хороший, он любимый. Что вам в этом еще может помочь? Вам может в этом помочь слинг или же эрго-рюкзак, когда ребеночек очень близко и может увидеть маму. Ну, в данном случае он меняет сзади и спит ребенок, но вы можете повесить его и спереди, и наблюдать за ним. Вам может помочь в этом еще совместный сон. Ребенок знает, что вы рядом, ощущает безопасность и видит вам. В этом вам поможет еще грудное вскармливание. Когда вы кормите ребеночка, вы соблюдаете зрительный контакт и даете ему самое глубокое ощущение любви и понимания того, что он вместе с вами и он любим. Второе, это слух. Мамин голос. Мамин ласковый, нежный голос. И когда ребенок его слышит, он впитывает его, впитывает интонации, впитывает слова, потом он учится говорить, а уже когда он взрослый, на самом деле в его голове звучит именно тот же мамин ласковый голос. И в идеале это тот голос, который говорит ему, что ты хороший и у тебя все получится. Также вам в этом могут помочь колыбельные. Вы можете петь, даже если вы не знаете ни одной ноты, или вы можете просто промочать какую-то мелодию, для ребенка все это будет в радость. Далее нюх, обоняние. Самая сильная вещь, которая может формировать привязанность к дороге, это грудное вскармливание, которое относится к обонянию. Ребеночек знает запах маминого молока даже еще в утробе. Также в этом вам помогут просто брать ребеночка на руки, он знает ваш запах. И по своему опыту я могу сказать, даже когда я была уже школьного возраста, и мама когда-то уходила, мне ее очень не хватало, я клала рубашку ночную мамину рядом, и ее запах меня успокаивал, и я могла уснуть. Эти воспоминания, честно, я храню и обращаюсь к ним как к особо нежным и трепетным. Также в развитии обоняния помогут слинг, когда мама рядом, есть запах мамы, есть запах маминого молока. Также в этом вам могут помочь совместный сон. Вы знаете, что наиболее крепкий сон у ребенка тогда, когда мама рядом, и когда ребенок знает, что она очень близко. Также в этом вам могут помочь все, что вы делаете вместе с ребенком, когда вы его держите. Далее идет вкус. Вкус это то чувство, которое развивается с самого-самого крошечного возраста, и в этом могут вам помочь естественно грудное вскармливание, естественно какие-то пробы мамы, маминых пальцев. Специально делать это не надо, это произойдет инстинктивно. Ребенок будет трогать, также он будет трогать свои пальцы, свои части тела изучать. Также он будет пробовать на вкус все, что находится в комнате. И, пожалуйста, позволяйте ему это, это его развитие. Предметы бывают разные, деревянные, металлические, тканевые, и это все формирует разный спектр развития ребенка. И далее самое большое по объему и, наверное, по приятности, это тактильные ощущения. Тут вам поможет все, что вы делаете. Обцеловывайте ребеночка каждый сантиметр его кожи, он должен знать, какое его тело и где. Обычно это детям очень нравится. Вы можете брать его на руки, жмакать, прижимать, обнимать, гладить, все, что вы делаете. Также это могут быть массажики специальные или ситуативные. Также это могут быть просто поднятия на руки, какие-то игры. В этом вам поможет также слинг, в этом также поможет грудное скамливание. Пока вы кормите, вы можете трогать малыша и смотреть, на самом деле, как с каждым месяцем растут длиннее и длиннее его ноги. И говорить об этом, и трогать, и показывать. Ребенок уже может дотянуться ртом до ножки. Вы это все можете делать вместе. Также в этом вам поможет совместный сон. Это опять же самое приятное тактильное ощущение, когда перед сном вы можете гладить ребенка, засыпать, целовать, целовать глазки, он будет их закрывать. И это будет формировать очень приятные ритуалы, которые помогут засыпать вашему ребенку. Также в тактильных ощущениях вам помогут разные стимулирующие игрушки. То есть игрушки с разными рельефами. Они могут быть немножко острые, немного волнистые, шероховатые. Это все вы можете сделать с ладошками, сделать с телом ребенка полностью, чтобы дать ему ощущение разных-разных форм, разных текстур. Какие-нибудь коврики с разными камешками, по которым он тоже может ходить. Потому что очень важно, чтобы ребенок имел возможность ходить по разной поверхности, не только по плоской. Это очень хорошо для его стопы. И еще я бы хотела сказать о двух дополнительных чувствах. Это проприоцептивное и вестибулярное чувство. Проприоцептивное чувство – это такие сильные ощутимые нажатия на тело, тогда, когда ребенок ощущает объем своего тела. И вестибулярное ощущение – это ощущение тела в пространстве, когда тело приподнимается, и когда внутреннее ухо, там, где находится вестибулярный аппарат, может дать ощущение ребенку пространства. И в этом вам помогут всевозможные игры летательные, подбрасывать ребенка. Вы видите глаза ребенка, когда вы его подбрасываете, это глаза полное счастья. Поэтому это тоже является таким помощником к развитию ребенка. Я думаю, вы заметили, что практически везде, во всех чувствах, я упоминала грудное скармливание, совместный сон и слинг. Потому что я искренне считаю, что в самые первые годы жизни это самые мощные сенсорно развивающие вещи для ребенка. И я искренне поддерживаю все из них. Вот эти пять базовых и два дополнительных чувства являются основой и фундаментом развития ребенка. Я уверена, вы многое из этого делаете. И опять же, если вы будете делать осознанно, это даст еще большие результаты. И я хочу снова повториться, что самое главное в этом всем, когда мама счастливая, когда мама в ресурсе, когда мама отдохнувшая – это самое главное. Тогда у нее есть возможность все эти виды активности выполнять с улыбкой, с счастьем и с радостью. Поэтому я вам очень рекомендую найти возможность отдыхать. Я не издеваюсь, честно. Я знаю, как это трудно на своем опыте уже. И я знаю, что это возможно. Расставляйте приоритеты, находите хотя бы 15 минут для того, чтобы делать ребенку счастливую маму. Помните этот стишок «Счастлива мама, счастлив и ребенок» – это знает и кенгуренок. Это очень важно, и это является фундаментом ваших отношений с ребенком и его, соответственно, развития. Все остальное – кружки, рисование, другие люди, ощущения – являются дополнительными и приятными бонусами. И это будет работать только тогда, когда это не замена основному общению с мамой, а просто идет как дополнение. И также я хотела бы коснуться мифов, которые мы часто слышим от взрослого поколения и от наших друзей иногда, когда они говорят, что приучишь к рукам, не слезет с рук, не слезет с груди, будет висеть на груди. Наверное, до университета они думают. На самом деле все в точности наоборот. Когда у ребенка в первые годы жизни удовлетворяются базовые потребности в маме, в тепле, в комфорте, в руках, он очень просто потом отпускает маму. Если же это не удовлетворяется, потребность, и ребенок не может насытиться ей, он ищет до самого взрослого возраста возможности насытиться все-таки этой потребностью. И мы знаем, что даже во взрослом возрасте у многих людей есть эта потребность неудовлетворенная. И часто мы в наших будущих мужьях ищем папу, маму и возможность насытиться и побыть маленькой. Поэтому очень важно, чтобы ребенок в самые первые годы жизни не то что насытился, а даже присытился этим вниманием. И потом, что мы видим у здоровых, у привязанности, когда здоровая привязанность, что мы видим у детей, когда мама уже такой, иди сюда. А он такой, мам, нет, я уже взрослый. Да, ребенок очень просто отпускает маму и понимает, что все равно, когда даже мама далеко, она близко. Потому что эта психологическая повинка, она есть, и она хорошо натянута. За нее можно потянуть и отклик получить. Это самое важное, что может усвоить ребенок в самые первые годы жизни. Поэтому будьте рядом с вашим ребенком, будьте с ним в контакте, смотрите на него, обнимайте его, жмакайте его, дайте ему понять, что он любим и он с вами рядом. И тогда все развитие будет естественно и просто. И прямо сейчас я вас прошу, придумайте что-нибудь себе приятное сделать прямо сейчас, чем вы можете пополнить свой ресурс, что даст вам ощущение наполненности и счастья. На сегодня на этом все. Я надеюсь, что у вас сложилось впечатление, что вы все делаете правильно, и вы хорошая мама, или хороший родитель, хороший папа. И если у вас есть что сказать, если у вас есть вопросы, обязательно пишите, об этом я буду рада. И как всегда, я желаю вам счастья. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok